Напомним, возведение подстанции в зеленой зоне вызывало массу споров. Особое возмущение горожан вызывало выбранное частной структурой обленерго место для строительства. По словам одесситов, возведение подстанции в зеленой зоне нанесет непоправимый ущерб зеленым насаждениям и парку в целом. Депутаты, входящие в группу будущей Одессы, в свое время на одной из сессий горсовета передали городскому главе более 40 тысяч подписей одесситов, выражающих свой протест за стройки парка высоковольтной подстанцией. Напомним также, что коммерсантам из обленерго предлагалось несколько альтернативных площадок для строительства подстанции, находящихся вне парковой зоны. Однако частная компания по разным причинам сочла эти варианты для себя неприемлемыми и затратными. По данным масс-медиа Одессы, обленерго принадлежит российским бизнесменам, входящим в так называемую Лужниковскую группу. Центральной фигурой этой группы считается экс-вице-спикер Российской Думы Александр Бабаков. С его именем связывают также управление сетью отелей в Украине, в числе которых одесские отели «Юность» и «Одесса» на морском вокзале. Продолжение следует...